Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии – самый молодой институт Казанского Федерального Университета. За недолгое время его существования сотрудники создали отличные условия для обучения студентов, также были открыты интересные и уникальные направления обучения. Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского Федерального Университета ежегодно готовит высококвалифицированных специалистов по направлениям искусственного интеллекта, когнитивных систем, интеллектуальных транспортных систем, робототехники и других технологий, систем цифровой экономики и объектов системной инженерии. У нас направление на боковый ряд сейчас, основных есть три. Это мехатроника робототехника, самое новое направление, оно лицензировано было уже в этом году, на него есть только контрактные места. Это направление, которое занимается непосредственно созданием различного вида роботов и их сопряжением с искусственным интеллектом. Вторая группа направлений – это программная инженерия. Первая группа, программная инженерия в нашем исполнении – это выпуск программистов, которые максимально используют в своей работе современные оснастки искусственного интеллекта. Те, которые сейчас уже выше, и те, которые появляются, что называется, каждый день. Третьим направлением является управление качеством. Здесь студенты учатся управлению предприятиями и цехами, предполагающими работу с роботами. Для поступления в институт абитуриенту необходимо сдать единый государственный экзамен по предметам математика, профиль, информатика, русский язык и физика. В 2024 году институту выделено порядка 200 бюджетных мест. На 15-й день приемной кампании в институте уже ведется большой конкурсный отбор. Магистратура, так же, как и бакалаврят, представляет три направления подготовки. Получить высшую ступень образования можно по таким направлениям, как когнитивное исследование, где магистранты изучают работу человеческого мозга и переносят его на развитие искусственного интеллекта. А направление биомедицинской инженерии занимается робототехникой и созданием роботов, похожих на живых существ. Третье — это инноватика. Дело в том, что наш институт, кроме направлений, которые связаны с робототехникой и искусственным интеллектом, отвечает в университете за чрезвычайно важную область, мы отвечаем за технологическое предпринимательство. На направлении инноватика, на магистратуре мы учим людей, каким образом они могут привлечь финансирование на свои проекты. То есть, в принципе, как раз при защите магистрской должен быть описан проект, который привлек федеральное либо республиканское финансирование. То есть мы, по сути, обучаем людей, которые будут потом учредителями, либо основателями стартапов, либо будут понимать, как в этих стартапах управлять и, главное, как работать именно с экономикой. Отметим, что помимо широкой теоретической базы студенты получают большое количество практики. В институте на постоянной основе создаются различные роботы, которые с помощью искусственного интеллекта устраняют технические сбои и многое другое. Приходи! Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета ждет тебя. Адалина Абдрахманова, Кристина Отекина, Данила Васильев. Универ Новости. Адалина Абдрахманова, Кристина Отекина.